Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о моей любимой теме, а именно о покупках косметики. Косметика будет сегодня как уходовая, так и декоративная. Я, честно говоря, опять немножко затянула резину, и у меня опять очень-очень много всего накопилось, поэтому покажу вам, наверное, сегодня все самое такое интересное, а остальное уже как-нибудь в другом видео. В общем-то, поэтому, если вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, что хочу вам показать, это был консилер-корректор от Maybelline. У нас, к сожалению, такие консилеры-корректоры не продаются. Это Instant Age Rewind, корректор, который не просто скрывает синяки под глазами, но и также заявлено, что он борется с темными кругами под глазами. То есть, если вы будете использовать его довольно часто, то заметите какой-то не только визуальный эффект после его применения, но также и без него будет какой-то эффект. Честно говоря, эффекта этого пока я на себе не заметила, но, тем не менее, эти корректоры хорошо подходят для перекрытия, собственно, синячков под глазами, и также очень хорошо они подходят для контурирования. То есть, если вы будете использовать вот этот корректор под глаза, на центр лица, то, в общем-то, он очень даже хорошо справляется со своей задачей. Также в последнее время я накупила очень много туши, и в данный момент пользуюсь вот такой вот от L'Oreal, который называется Butterfly. Она меня привлекла, естественно, своими огромными положительными отзывами на американском YouTube, и попробовав ее, я действительно убедилась, что она с какой-то стороны уникальная. Уникальная она именно в плане своей щеточки. Честно вам признаюсь, я никогда особо не обращаю внимания, какая конкретно щеточка у туши, потому что мне все-таки кажется, что больше играет роль сама формулировка туши, нежели щеточка. И чем, собственно, эта щеточка уникальна, так это тем, что сверху у нее зубчики совсем-совсем крошечные, и чем дальше вниз, они становятся все более и более длинными. И что, собственно, это делает? Вот там, где находятся длинные зубчики, вы эту тушь направляете, собственно, во внешний уголок глаза, и эти длинные зубчики, не знаю каким образом, каким-то просто абсолютно волшебным, повторяют форму вашего глаза, и именно вот эти зубчики длинные пробираются прям вот в самое-самое основание ваших ресниц, и с самого-самого начала ваших ресниц начинают прокрашивать их. Это просто феноменально, потому что ресницы действительно во внешних уголках сразу вытягиваются, и у вас получается вот такая вот кошачья форма глаза. Также заказала я в Фаберлик вот такие вот кремовые тени. Это серия Eye to Eye, насколько я знаю, это серия подростковая, то есть там максимально все бюджетно. Сейчас, кстати, эти тени на мне, они у меня в качестве базы под тенями Larac, и мне очень нравятся эти тени вот именно как база. Они отлично подчеркивают макияж, отлично добавляют насыщенность, такую интенсивность. Сам по себе это довольно металлический такой золотой оттенок, номер 5279 у него, и когда вы наносите сверху золотые тени сухие, то создается очень такой вот прям металлический эффект, как будто эффект фольги какой-то золотой или сусального золота. Единственное, я не очень рекомендую использовать эти тени самостоятельно, потому что они могут скатываться, поэтому если вы их используете самостоятельно, убедитесь, что вы наносите какую-то хорошую базу под тени. Также относительно недавно заказала новую помаду от Фаберлик, это стойкая серия, точно не помню, как она называется, но на тюбике написано Perfect Lipstick. В общем-то указано, что помада очень стойкая, что она будет держаться долго, и меня это, естественно, заинтересовало, и я решила попробовать. Я взяла номер 4640, и это такая вот абсолютно простая, ежедневная розовая помада, как бы не навязчивая. Решила я ее протестировать, и когда я ее наносила, я была безумно приятно удивлена, как она скользит по губам, как она хорошо наносится на губы. К сожалению, у меня к ней есть огромное «но». Через несколько часов она начала безумно просто сушить мне губы, и я сначала на это не обращала внимания, я как-то замоталась, какие-то дела делала, бегала по городу, и я чувствовала, что губы сухие, но, в общем-то, не сильно придавала этому значения, в общем-то. И когда я пришла домой, я посмотрела на себя в зеркало, я просто обалдела, потому что помада, это как-то скукожилось у меня на губах, и даже в некоторых местах начала трескаться на губах у меня. В общем-то, выглядело это просто как пустыня Сахара, в самую какую-то жаркую, бездождливую погоду. И что добавило тоже негатива, так это то, что смывается она довольно сложно. Если вы ищете какую-то бюджетную стойкую помаду на выход, чтобы она у вас продержалась час-два, и после этого вы ее могли смыть, то можете к ним присмотреться, на целый день я, конечно же, их не рекомендую. Последние две вещи, которые я вам хочу показать, и, наверное, их можно отнести больше в декоративной косметике, это накладные ресницы и точилка. Начну, наверное, с накладных ресниц, так как свои меня абсолютно не радуют, я решила заказать вот такой вот большой набор, где 4 пары накладных ресниц. Я выбрала в номере 110, и они абсолютно натурально выглядят. Это единственные ресницы, которые действительно сливаются с моими собственными, немножко добавляют объема, немножко добавляют длины, и в то же время они не выглядят вот действительно искусственно на моих глазах, а кажется, что это мои ресницы, просто они у меня каким-то образом стали лучше. И что мне нравится в ресницах Артель, это то, что их можно использовать не единожды. Если вы будете с ними аккуратно обращаться, то вы многоразово сможете их наклеивать, потом снимать, очищать, потом снова наклеивать, снимать, очищать. И что касается точилки, то я решила обновить свою, потому что у меня моя предыдущая от NYX служила мне уже года 3, и она действительно начала уже тупиться, и карандаши не так хорошо затачивать. Я решила взять вот такую от Jane Ardell или Iridell, не знаю, как точно произносить ее имя, но тем не менее, точилка абсолютно обычная, я бы даже сказала, что мне точилка от NYX нравится больше, потому что она такая же острая, но она двойная, она тоже как такие маленькие карандаши, так и большие широкие карандаши. В общем-то ничего особенного, стоила она, конечно, недорого, но тем не менее, если вам попадется точилка от NYX, то можете лучше брать ее, потому что это мне как-то так себе. И перед тем, как мы перейдем с вами к уходовой косметике, давайте немножко поговорим о свечах. Я уже недавно показывала эти свечи в своем видео о хранении косметики. В общем-то, я думаю, вы заметили, что свечи я люблю, они дома создают какой-то уют, какую-то приятную атмосферу, и на видео тоже мне нравится, как они выглядят, поэтому я решила немножко закупиться. Первое, о чем хочу рассказать, это мини-свечи. Они действительно очень миниатюрные, горят достаточно недолго, хватит их, наверное, ну, я не знаю, часов, может быть, на пять горение. И что касается запахов, давайте сейчас поговорим про запахи, потому что это действительно самое сложное при выборе, особенно в интернет-магазине, если вы никогда не пробовали, не нюхали эти свечи, то вы не знаете, чего ждать, как, собственно, и я. И практически со всеми запахами я не угадала. Потому что по описанию у меня в мозгу складывается какой-то один запах, но приходит этот запах абсолютно другой. Поэтому я хочу вам объяснить, если вы вдруг хотите заказывать свечи in Bath & Body Works, то те, которые у меня есть, по крайней мере, я вам могу о них рассказать. Первая свеча это Sweater Weather называется, и у нее такой запах очень свежий и в то же время немножко такой вот какой-то горьковатый, как будто. Вот такое впечатление, что горьковатый мужской одеколон. Вот как-то так бы я его, наверное, описала. Какие-то конкретные ноты я здесь не ощущаю, но, в общем-то, запах рисковатый. Если вам нравятся такие резкие запахи и очень холодные вот такие вот запахи, то вполне возможно, что вам эта свеча понравится. Дальше следующая свеча, которая у меня есть, называется Sandalwood Citrus. Вот эта свеча это стопроцентное средство после бритья мужской. Вот я вот прям вижу, как можно сделать рекламу этой свечи. Это там мужчина побрился, и потом он где-то в Арктике идет, в общем-то, и у него такая как бы прохлада от него веет, и женщины все млеют, в общем-то. Да, вот это вот такой вот запах, который сугубо мужской, запах после бритья. И что касается третьей свечи, которая у меня там горит, называется она Leaves. Насколько я знаю, эта свеча одна из самых популярных, то есть она бестселлер, топ-продаж, и особенно ее любят в осенний и зимний период, больше даже в осенний период. Все ее описывают как самый потрясающий запах там на всей планете Земля, и никто конкретно почему-то не описывал, чем пахнут эти листья, Leaves, в общем-то, и мне она не понравилась, естественно, потому что я не люблю такие пряные запахи, а это именно такой классический пряный запах. Там я определенно чувствую очень сильно корицу, и также намешано тоже очень много других пряностей, и мне этот запах вообще абсолютно не нравится, потому что это совершенно не мое. Запах, который мне более-менее понравился, это свеча под названием Harvest Peaches. Я в ней очень четко ощущаю такой сладкий запах персика, вот именно такого спелого-спелого, очень сочного, сладчайшего персика. Запах этот, в принципе, довольно неплохой, поэтому если вы любите сладкие запахи, то вот вполне можете попробовать Harvest Peaches, я думаю, она вам понравится. Последняя свеча, которая у меня есть, называется Autumn Sky, и опять-таки, это аромат очередной такого мужского одеколона, единственное, этот больше с привкусом лимона, наверное, вот какой-то у него есть такой вот поворот в сторону лимона. Да, вот как-то так. И, в общем-то, ну опять-таки, запах вот сугубо такой мужской, сугубо такой свежий, арктический, который вот можно использовать там после бритья, вот что-то вот такого плана. Если вас тоже интересуют свечи Bath & Body Works, то внизу я оставлю ссылку, как их можно купить. Купить их можно через Simplum, собственно. У них часто есть какие-то акции, большие свечи можно купить за 22 доллара, 2 свечи, и плюс, если купить, например, там 3 свечи, то еще получите скидку 10 долларов. Вот такие акции они делают очень часто, и, в общем-то, ВКонтакте, в группе Simplum я всегда пишу обо всех акциях. Если интересно, присоединяйтесь к группе, не пропускайте эти акции. И напоследок у меня осталась уходовая косметика. Частично это был мой заказ Faberlic, частично мой заказ с Америки. Давайте начну, наверное, с заказа с Америки, потому что тут меньше товаров. В последнее время я перепробовала довольно много кремов, как ночных, так и дневных, но заметила, что все-таки вот как-то все мимо, и кожа постепенно снова начинает у меня портиться. В идеальном состоянии она была только тогда, когда я пользовалась сывороткой от Michael Todd. К сожалению, та сыворотка тоже перестала на мне работать. Через год ее использования, и мне в Michael Todd сказали, что нужно сделать перерыв. И вот пока я делаю этот перерыв, я довольно много чего пробую, но вот как-то вот все мимо как будто. И я решила вернуться, что говорится, к истокам, то есть к органической косметике. На мне органический уход работает очень хорошо, и я заметила, что когда я использую органические марки на своем лице, и также, в принципе, и на своих волосах, и вообще на теле, то моя кожа чувствует себя намного лучше. И среди всех органических марок, на которые я смотрела, больше всего меня привлекла марка 100% Pure. Я ее заказывала на сайте Ariva. Кстати, на этом сайте, опять-таки, очень много скидок разных бывает. И вот я как раз, по-моему, со скидкой ее заказала, или нет, я уже точно не помню, но, в общем-то, заказала вот такой вот крем. Называется он Mint White Tea Moisturizer, и подходит он для нормальной, склонной к жирности к коже. Этот крем заявлен как, собственно, увлажняющий, который поможет также бороться со всякими гадостями, в общем-то, на лице. Решила я его заказать, попробовать. Очень мне понравился этот крем. Опять-таки, в его составе на первом месте не вода, а органический сок алоэ. В кремах Michael Todd тоже используется сок алоэ вместо воды. Мне это безумно понравилось. И здесь тоже очень-очень-очень много всяких экстрактов, всяких там компонентов, именно натуральных. Обладательниц жирной кожи этот крем безумно порадует тем, что он оставляет после себя абсолютно матовую кожу. Его можно использовать как днем, так и вечером. Я его наношу на ночь. Еще я также не удержалась и оформила заказ в Michael Todd. Пока мне пришла только его первая часть. Это вот такая миника маска Charcoal Detoxifying Facial Mask. Опять-таки, так как кожа у меня начала портиться, я начала искать средства, которые будут помогать мне вытягивать всю эту гадость из кожи и очищать ее. Эта маска именно этим и занимается. Ее нужно наносить на все лицо, либо на те зоны, на которых у вас есть проблемы. Оставлять ее нужно приблизительно на 10-15 минут, после чего вы смываете ее водой. Мне эта маска очень понравилась. После ее использования кожа чистая, шелковистая, красиво выглядящая, сияющая. В общем-то, очень мне понравилась эта маска. Я думаю, когда у меня закончится эта минька, я себе закажу полноразмерную версию. Еще одну маску я заказала у компании Faberlic. Это гель-скраб маска 3 в 1. Номер у нее 0882. Это средство мне тоже очень нравится, именно как маска. Оставляю я эту маску на лице приблизительно на 5 минут. И после того, как я ее смываю, если у меня были до этого какие-то неприятности на лице, какие-то прыщики, то они сразу подсушиваются и выглядят намного менее страшно, чем они выглядели до этого. Я также была в поисках какого-то хорошего дневного увлажняющего крема, потому что я заметила, что кожа у меня стала абсолютно какой-то высушенной. И у меня начали сильнее проявляться мимические морщины, поэтому я решила заказать вот такой вот крем от Infinum, который из серии Aquavit. Это увлажняющий крем-гель для комбинированной кожи или для жирной кожи. Тоже мне этот крем очень понравился, я ему уже немножко так попользовалась. Он хорошо действительно увлажняет кожу. Больше какого-то эффекта я не вижу, чтобы он делал, но в то же время вот увлажняет он очень даже неплохо. Также от Faberlic мне порекомендовали попробовать вот такой вот крем-гель для кожи вокруг глаз. Пользуюсь я им опять-таки уже несколько недель. Мне нравится. Опять-таки хорошо увлажняет, мешки немножко мои стягивает, скажем так, они такие, они страшные по утрам у меня после использования этого крема. Наверное, все-таки если сравнивать его с моим любимым кремом Origins Genzin, то он немножко проигрывает, но тем не менее это очень такая хорошая альтернатива. Последняя вещь от Faberlic, которую сегодня я хочу вам показать, это будет муцеллярная вода Prolixir. Я, конечно же, сразу заинтересовалась, потому что муцеллярная вода – это мое любимое средство для снятия макияжа. Этой муцеллярной водой я осталась практически довольна. Единственный минус у нее для меня лично заключается в том, что он мне щипет немножко глаза. Поэтому если слишком долго держать ватный диск с этим средством возле глаз, то начинает щипать. Если же макияж такой достаточно легкий, не такой, как сейчас на мне, то смывает он довольно быстро. И самое интересное для себя лично я оставила в самом конце, а именно мой новый уход за волосами. Я вам сейчас хочу показать новый уход от Maroccan Oil и пришел ко мне этот уход как раз тогда, наверное, когда мне больше всего был нужен. Дело в том, что в последнее время волосы у меня были в каком-то просто дичайшем, кошмарном состоянии. Во-первых, они очень сильно ломались. Во-вторых, они очень сильно осеклись. И в-третьих, что наиболее печально, они очень сильно выпадали. И я не знаю, как вам кажется, но я считаю, что мои волосы стали выглядеть намного более живыми, намного более блестящими, гладкими по ощущениям. И что больше всего меня радует, это то, что проблема выпадения волос полностью ушла. Это действительно такой стресс был для меня огромный, что когда я начала замечать, что волосы выпадают все меньше и меньше, это меня, конечно, безумно начало радовать. И давайте теперь я про каждое это средство расскажу по отдельности. Первое – это шампунь «Экстра объем». Для тонких волос он предназначен. Что я хочу отметить, это то, что у него довольно необычная текстура. Он очень такой вязкий, очень густой, и в то же время из-за этого его немножко трудно распределить по волосам, по голове, и немножко трудно из-за этого размылить, в общем-то, его. Но, тем не менее, если добавлять немножко больше воды, то тогда он размыливается быстрее и хорошо тоже пенится. Очищает этот шампунь очень хорошо. Вот я бы, наверное, его отнесла к таким глубоко очищающим, потому что после того, как я мою волосы, они становятся такими аж до скрипа просто чистыми, и, соответственно, без кондиционера пользоваться им практически невозможно, потому что волосы очень спутываются. Из-за того, что они вот такие становятся как бы текстурные, такие немножко шершавые, в общем-то, они требуют после этого кондиционер. Кондиционер я использую экстра объем, опять-таки, из той же серии. И кондиционер этот моментально распрямляет волосы, разглаживает их. Наносить этот кондиционер нужно буквально на 1-2 минуты, но при этом он сразу, волосы становятся из-за него такие более гладенькие, легко расчесываются, и, в общем-то, вместе эти средства работают отлично. Особое ваше внимание хочу обратить на восстанавливающую маску для волос. Мне кажется, что именно она, в первую очередь, спасла мои волосы, потому что после ее использования регулярного волосы перестали ломаться. У меня очень сильно ломались волосы, и ломались как на кончиках, так и посередине длины. Начался такой вот пушок очень сильный по голове. В общем-то, волосы действительно были в очень плохом состоянии, и вот эта маска, вот действительно, я после нее вижу результат и вижу разницу в своих волосах. Я уже довольно много этой маски использовала, и безумно я ей довольна. Вы наверняка понимаете, что средства Марокко Нойл – это профессиональный уход, и стоят они довольно дорого, поэтому если вот эти все средства в вашем бюджете, обычном на средства по уходу за волосами, то я 100% вам рекомендую их приобрести, потому что они очень хорошо работают вместе, вот действительно, вот в этой композиции. Также я еще использую из этой же серии Марокко Нойл масло, но масло это у меня уже очень давно, я им пользуюсь, наверное, последние полгода так точно. Масло мне это очень тоже нравится тем, что оно хорошо увлажняет волосы, и отлично оно питает кончики волос, продлевает жизнь, в общем-то, волосам, потому что если не использовать что-то вот такого типа на кончики волос, то они, естественно, будут сильно сечься, и все быстрее и быстрее, и вы не сможете таким образом отрастить волосы. Если же сейчас вы смотрите на весь этот уход и думаете, что это для вас дороговато, то я тогда хочу обратить ваше внимание на маску для волос. Если вы столкнулись с такой же проблемой, что волосы ломаются, волосы сильно секутся, волосы, в общем-то, ведут себя отвратительно, выпадают, и они сами по текстуре у вас похожи на мои, то есть тонкие, очень прямые волосы, то я очень советую вам попробовать эту маску. Она дорогая, но она того стоит. Если у вас волосы ломкие, то я думаю, вы заметите результат, и он вас, конечно же, порадует. И, кстати говоря, если у вас нет в планах покупать новый уход за волосами, вы можете поучаствовать в конкурсе, потому что сайт, на котором вот это все продается, сейчас проводит огромный конкурс, там три приза разыгрываются, очень-очень классные средства, причем дорогие, профессиональные средства для волос. Я оставлю вам условия внизу, как можно поучаствовать в этом конкурсе, все призы, которые там разыгрываются. В общем-то, поучаствуйте, потому что действительно хорошие призы, и почему бы и нет, вдруг вам повезет. А от себя я сегодня хочу вам подарить вот такой вот блеск для губ от компании MAC. Это блеск из лимитной коллекции Adrenaline Aquatic, и он в таком вот очень нюдовом оттенке. Оттенок этот очень популярный, буквально сразу он был распродан в MAC, но я для вас оторвала вот такой вот блеск, поэтому если вам интересно поучаствовать и, возможно, выиграть его, то все условия я опять-таки оставлю внизу. Фух, вот, собственно, и все. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Если так и было, то не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!